Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала Экзегет. На портал поступил вопрос, как стать хорошим родителем. Я думаю, что для того, чтобы быть хорошим родителем, прежде всего нужно любить своего ребенка. Это твой сын или твоя дочь. И как Бог любит и хороших, и плохих людей, дает дождь, солнечный свет, и благочестивым, и верующим, и праведным, и нечестивым, неверующим, неправедным, так и хороший родитель всегда должен любить своего ребенка. Даже если ребенок делает что-то не то, даже если он делает что-то очень не то, то он должен знать, что всегда он может прийти к нам и получить нашу поддержку, нашу любовь, наше внимание. И вот это и залог того, чтобы быть хорошим родителем. А уже любовь подскажет, как именно поступать в каждой конкретной ситуации. В книге «Притч» есть такие слова. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда. Не возмущайся криком его». О чем здесь идет речь? Конечно, не о том, что родители должны брать какие-то орудия, такого страшного наказания, там, ремень, еще что-нибудь такое, бить ребенка. Конечно, нет. Наказ — это научение. Родители должны наказывать, то есть учить ребенка. Как учить? Можно очень много слов сказать. И если ты сам не живешь этими словами, то эти слова будут сказаны впустую. А можно даже ничего не говорить, но просто показать своим примером, своим образом. И вот это будет гораздо дороже любых слов. Ребенок воспитывается прежде всего атмосферой. И вот какую атмосферу мы вокруг него создадим, вот таким и будет, вот в этой атмосфере будет расти наш ребенок. Этой атмосферой он будет питаться. Отцы, не раздражайте детей своих. Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Так говорит апостол Павел в послании к Ефесиным. И вот будем стараться нашим детям передавать самое хорошее, самое важное, что мы узнали в своей жизни. А прежде всего это, конечно, вера. Вера в Господа Иисуса Христа. Вера в те слова и в то спасение, которое Он нам принес. И вот постараемся жить по этим словам и передавать эти слова евангельской правды своим детям. И вот тогда мы действительно будем подлинно хорошими родителями.